Что за дитя в хлебу чужого Мария охраняет? Небесный гор поёт о нём, а пастухи внимают. С ней есть Христос, Господь пришедший. Я вам расскажу о Крещении Господне. С древних времён, утром 19 января, в праздник Крещения Господня, христиане ходили в церковь и набирали освященную воду. Между прочим, знайте, набирать освященную воду можно и в крещенский сочельник, то есть 18 января. Священники говорят, что разницы нет, когда в церкви набирать воду. 18 или 19 освящается эта вода одинаково. А вы знаете, зачем люди набирают святую воду? Она используется для освящения домов и квартир, а остатки хранят в доме весь год, в тёмном месте, для того, чтобы оградить своё жилище, обед и напасти. Есть масса причин, по которым многие из нас не смогут в этот день пойти в церковь. Да это и не обязательно. Воду можно набрать прямо из-под крана, у себя дома. Делать это надо в полночь 19 января с 10 минут 1 до 1 часу 30. В это время вода святая повсюду. В христианском богословии вода имеет двойственный образ. Вода – это основа жизни на земле. Вода символизирует очищение, возрождение и обновление. В то же время вода имеет мощную разрушительную силу, она является основой смерти. Знаете, что означает слово «крещение»? Это омовение через погружение и обливание. Христиане воистину верят, что православное крещение, совершаемое в купеле, обеспечивает освобождение человека от сил демона и освобождение от подчинения падшей греховности. В день перед крещением Христовым церковная литургия начинается в 11 часов вечера, 18 января, а затем совершается обряд купания. Поэтому проруби освещаются в ночь с 18 на 19 января, и люди идут купаться. Сама церковь утверждает, что купание не является канонической установкой, просто купание стало людской традицией, поэтому совсем не важно, когда купаться в ночь, с 18 на 19 или же утром 19 числа. А где купаться? Ну, конечно, я думаю, это не вопрос. У любой проруби, которая специально оборудована для этой цели, и освящена молитва священника. Молитва священника возвращает в воде ее изначальное назначение, потому что она является источником жизни вечной, средой божьего присутствия, всегубительницей силы демона. А тайство погружения в крещенскую купель не содержит строгих правил. В то же время, зайдя в воду, принято окунуться с головой три раза. Каждый раз стоит перекреститься, произнося, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Водопогружение в ледяную воду говорит о степени силы веры в Бога. Истинный христианин знает, что благодать Божья убережет его от болезней и придаст телесному и душевному здоровью. На Руси существовала примета, на водосвятие от любой болезни избавляются. А еще, вы прекрасно знаете, что праздник Крещения Господня нередко сопровождается крещенскими морозами. А как называется место, где окунаются в крещенскую ночь? Иордань. Иордань – это прорубь. Обычно она делается крестообразной формой, вырубается во льду для освещения воды в праздник Богоявления. Название крещенской проруби Иордань происходит от имени реки Иордан, в которой крестился Иисус Христос. А вырезают Иордань во льду обычной бензопилой. А теперь я расскажу, какое чудо происходит в крещении на реке Иордан ежегодно. Момент вхождения Иисуса в Иорданские воды сопровождался многими знамениями. Река Иордан течет с гор высотой примерно 400 метров, впадает в озеро Кенерет, но на протяжении 300 метров не смешивается с его солеными водами. Мощным потоком продолжает течение, пока не впадет в Мертвое море. Когда Иисус принял крещение и на него снизошел Дух Святой, воды Иордана пошли вспять. Это знамение с тех пор повторяется ежегодно. Накануне крещения православные пускают по реке деревянные кресты с зажженными свечами. Река уносит их в Мертвое море, а 19 января неизменно приносит обратно. В этот же день обычно пресная вода Иордана становится соленой. Место крещения Христа находится на территории государства Иордании, где патриарх 19 января единственный раз в году совершает на берегу службу и освещает воду. За этим действием следит великое множество приезжих, поэтому имеется колоссальное количество очевидцев, своими глазами видевших, как воды реки поворачиваются вспять. Вода играет, освещаясь Святым Духом, а ветви деревьев, растущих по берегам, опускаются так низко, что касаются поверхности воды. Хочу сказать, что мы в своей основной массе не верим в Господа Бога, не ходим в церковь, но согласитесь, что в самую трудную минуту в своей жизни мы всегда вспоминаем про Всевышнего. Да, и такого рода христианские праздники обязательно согревают и очищают наш дух и душу. Всего хорошего вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok